Работников нет, все закрыто. Они говорят, нам не платят воду за плату, поэтому они выключают и все уходят. Заложниками конфликта между сотрудниками местного водоканала и ЖКХ, на чей баланс после присоединения Саэрома к Шимкенту перешло коммунальное хозяйство, вновь стали обычные жители. На несколько суток в микрорайоне Мунай-Барлауш-Лар отключили воду. Территория вокруг многоэтажек вмиг превратилась в общественный туалет. Ребята, это регулярно, во-первых. Суббота, воскресенье, праздники, мы сидим без воды. В каждой семье по пять, по шесть детей. Вы поймите одно только мне. В туалет ходить маленьким не запретишь. По их словам, что им не платят зарплату, поэтому они не хотят. Поэтому мы бесплатно работать не хотим. Вопрос с задержкой зарплаты сотрудникам водоканала длится несколько месяцев. Вот и решили они пойти на некий шантаж. В аккуратно майские выходные рабочие перекрыли воду рядовым гражданам, которые к задержке зарплаты не имеют никакого отношения. Причем таким способом сотрудники водоканала воздействуют на своего работодателя не первый раз. Постановление вышло, сейчас мы это приняли уже. На баланс ЖК. Теперь сейчас мы с операторами вопрос решим по оплате зарплат. Представители отдела ЖКХ не отрицают, что операторы водоканала действительно неоднократно прибегали к самовольному отключению воды в микрорайоне, тем самым выражая протест. Однако смысла такого бунта в ЖКХ не понимают. Оплату они производят своевременно. Исключение составляет лишь несколько рабочих, с которыми еще не заключены договоры. Прием работников-операторов после принятия приказа начался только в апреле. Поэтому у них, наверное, и возник вопрос, кто будет оплачивать им работу за прошлый месяц. Как уверяют в отделе ЖКХ, зарплату всем выдадут. Что касается жителей, то воду им подключили. Повторится ли ситуация в следующий месяц, когда придет черед майской зарплаты, никто, сказать, со стопроцентной гарантией не берется. Бахром Аббилайф, Эльдар Жунусканов, Дельшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утраж».